Проблемы в жизни россиян только начинаются. В учебниках макроэкономики нет такой главы, что делать центральному банку, если ты напал на другую страну. Сейчас курс рубля к доллару значительно укрепил свои позиции. В обычном мире это был бы результат того, что рубль востребован. Страна выборала себе место в мировой экономике. Это выражалось бы в общем благосостоянии народа. Товары на полках стали бы банально дешевле. Но этого в России так и не произошло. Мы встраивались, мы тратили силы на то, чтобы быть и играть на уровне с мировыми финансовыми рынками. Более того, в сравнении с довоенными ценами товары в основном подорожали. Мои любимые йогурты. Вот эти были по 36 рублей. Сейчас сами видите 59. Яблочки наливные. Были у нас в районе 100 рублей, 120. Сейчас сами видите ниже 120. Нету ничего. А ну да, 119,90. Прошу прощения. Стиралка стоила 12 050 рублей. Сейчас та же машина стоит 26 310 рублей. Кухонный стол старая цена 2499. Сейчас 3300 рублей. Комод в марте прошлого года стоил почти 4000. 33 999. Сейчас он стоит почти 5000. Россия – это тот самый уникальный пример, который показывает, что происходит со стороной-изгоем. Соотношение валют в банке не отображают реальные цены на полках магазинов. Зато Путина это не беспокоит. Пока народ видит небывалый курс, они не особо задаются вопросом. Это делалось по учебнику экономики. Как так вышло, что рубль укрепился? Все просто. Все понемногу разрывают любые торговые отношения с Россией. А Россия делает вид, что ей никто не нужен. Таким образом, рубль не нужен миру, а России якобы не нужна никакая валюта, кроме своей. Евро девать некуда. Соответственно, рубль крепчает. И он укрепчал до такой степени, что это уже бешеные риски. Несмотря на то, что Путин делает вид, что отказ от торговли с ним и его страной ему лично не помеха, сама Россия почти во всех отраслях на самом деле зависима от импорта. То есть от других стран. А теперь из-за войны эти другие страны отказываются сотрудничать. Запасы импортных частей, комплектующих, заканчиваются. Все больше и больше компаний перестают вводить зарплату. У металлургов уже экспорт на грани рентабельности, а кое-где и в мину. Но все это мелочи для Путина. Это лишь рабочие места и заработные платы миллионов граждан. По его персональному кошельку и бюджету России бьет именно нефтегазовая отрасль. С текущим курсом валюты он получает значительно меньше денег. Вы за каждую проданную баррель нефти получаете меньше рублей. А вам рубли нужны. И вот тут для Путина открывается новая проблема. Ограниченно контролировать цены на продукты он может. Создавать позитивную картинку по телевизору его пропагандисты тоже могут. Но вот увеличивать реальные доходы для государства ему не по силам. Мы попали в какую-то совершенно иную ситуацию, из которой вырулить сложнее, чем просто закрыть вывод валюты, поставить гигантскую ставку на 20%. Сейчас пропагандистская машина рассказывает про импортозамещение, которое в России провалено полностью. А также у населения появляются надежды на Китай, который якобы сможет заменить для России весь мир. Не нужно думать, что Китай сможет полностью заместить запад. Во-первых, не сможет, а во-вторых, может быть и не захочет. Мы уже слышим, что компания ВВ, которая по-русски называется Huawei, отказалась заключать новые контракты в России. Потому что она боится вторичница. Сейчас мировой рынок меняется. Из него полностью исключают Россию и всех ее вассалов. Большая часть товаров стала недоступна в РФ. На полках в основном запасы. Потому Путин начинает искать страны-доноры, которые согласятся поставлять товары в Россию через себя. Многие фирмы не хотят просто... Санкций нет. Но они не хотят продавать на Россию. А, во-первых, боясь вторичных санкций. Там все непонятно, все очень лутно. И второе, очень важно, из-за проблем с проводкой платежей. Путин банально не сможет заплатить тем, кто все же согласится поставлять хоть какие-то категории товаров. Да и вообще ни одна независимая от России страна и ни одна серьезная корпорация не станет рисковать ради сравнительно небольшого рынка РФ. Это незначительные доходы в мировом масштабе, объясняют экономисты. Ни одна уважающая себя китайская или корейская компания не будет заниматься обходом, нарушением американских санкций, сотрудничеством с Россией, когда за это можно потерять американский или европейский рынок. Компании уходят из России добровольно, потому что боятся репутационных рисков. Они видят, что если они не уходят из России, их начинают бойкотировать свои же западные потребители. Безусловно, обходные пути будут. Получить контрабандную одежду или технику будет возможно, с резким удорожанием и доплатой за риск поставщику. Но это обычные товары, которые продаются на каждом шагу в любой стране. Технологичные станки для производства, двигатели для автомобилей, техника для заводов. Это уже иной вопрос. За таким у предприятий идет серьезный учет. Как будет вести себя компания, которая продает вдруг резко возросшее количество товаров Казахстану или гипотетически Киргизии, которые раньше никогда столько не заказывали. И если фирма не хочет подставляться, она задаст этому посреднику вопросу. Вам зачем настолько много, больше? И могут быть опять проверки отказов поставка. Отдельная тема – это безработица в России. С июля прошлого года по март этого года количество безработных в России составляет примерно 3 миллиона 250 тысяч человек по данным Росстата. С войны якобы ничего не поменялось. Хотя на самом деле скрытая безработица катастрофически растет. А теперь он им сказал, давайте мы вам еще заплатим за 6 месяцев, а вы уволитесь. Он хочет, чтобы эти люди уволились с компенсацией в виде полугодовой заработной платы. Никто не может держать людей на зарплате вечно, если работы попросту нет. По прогнозам экспертов, реальные изменения на рынке труда будут уже с осени. И к концу 2022 года достигнут масштабов, которые Кремль уже не сможет игнорировать. Миллионы, зомбированные российской пропагандой, надеются на возвращение Советского Союза, который якобы сделает страну великой и независимой. Но Союз строил свою экономику, отказываясь от Запада. А Россия полностью зависима от Запада. И потом уже ее резко отрезали. Сейчас у России мы же не строим, мы сейчас разрушаем. Безработица и обнищание российского народа. Вот это перспективы, к которым идет Федерация. Зарплата даже в государственном секторе будет, мягко говоря, невысокой. Когда именно это произойдет, эксперты на календаре не гадают. Но все сходятся к тому, что это неизбежно, если Путин останется у власти. Если вы хотите сделать карьеру в любой области, нужно уезжать из России. В России в ближайшие годы будут проблемы с образованием, с бизнесом, с сектором услуг, основанных на знаниях.